Здравствуйте! В эфире передача День за днём. С вами в студии Алина Сазонтова. Остыли жаркие эмоции после победы российской сборной над Испанией 1 июля. Вся страна в ожидании следующего матча между Россией и Хорватией. Болельщики и эксперты дают осторожные прогнозы, потому что боятся сглазить. Но прошедшее противостояние доказало – шансы у нас есть. Поэтому мы рассчитываем, что Россия сможет пройти дальше и болеем за нашу сборную. Ну а что происходит в нашем городе – смотрите прямо сейчас. Благодарственным письмом председателя Смоленской областной думы награждается Кривокова Валентина Васильевна. Совещание в администрации началось с вручения наград. Депутаты решили – герб города украсит воинскую символику. В следующем году мы, если возможно, еще активней, еще веселей, еще дружней будем принимать участие в новых конкурсах. Итоги работы проекта «Школа Росатома». Гонка мне очень понравилась. Команда у нас очень слаженная. Ребята постоянно ездят по соревнованиям. Лодки «Драконы» пронеслись по водной глади водохранилища. В нашем следующем сюжете мы расскажем вам, как торжественно началось очередное совещание в администрации города. Депутат областной думы, почетный гражданин нашего города Михаил Лосенко вручил награды. Почетной грамотой председателя Смоленской областной думы, Игорь Михайлович Батарин, председатель комитетного образования, администрации муниципального образования города Досногорск Смоленской области. Благодарственным письмом председателя Смоленской областной думы награждается Кривокова Валентина Васильевна. Благодарственным письмом Смоленской областной думы награждается Жанна Бегетовна Слухановна. Далее совещание продолжилось в рабочем порядке. Коммунальные службы готовятся к гидроиспытаниям. Магистральность по сетях города Бесногорска в настоящий момент режим в сетях нормальный, ограничений по потребителям нет. Мы продолжаем ремонтные работы на перемычке между системами 1-го и 2-го микрорайона, что в принципе к ограничениям не приводит. И готовимся к проведению второго этапа мидравлических испытаний на кусте 2-го и 4-го микрорайона. 8 июля в центре города пройдут мероприятия, посвященные Дню Семьи, Любви и Верности. В программе детская программа, городская акция «Подари ромашку», фотозона «Дарите любимым ромашки», торжественная церемония честной семьи нашего города. Литературные чтения и праздничный концерт. Также мы приглашаем 5 июля в 17.30 в Рустойко-Кривейческий музей 3-го микрорайона на открытие персональной выставки живописи Светланы Красновой. Начальник информационной службы Наталья Барханоева доложила о последних публикациях в местных СМИ. В наших печатных СМИ в этом номере выйдет интервью нашему перевозчику Микронову. Надеемся, что все вопросы будут сняты, вопросы больше не будут в этой области. Также информация будет о комфортной среде из начала работы. Почитайте, смотрите, будьте в курсе событий. Инфекционные заболевания регистрируются на обычном уровне. Уровень безработицы в Десногорске составляет 0,67%. Почетное наименование «Гвардейская Ельнинская» присвоено 144-й мотострелковой дивизии. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Почетные наименования получили 11 воинских формирований. В документе говорится, что эти изменения приняты в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу. На 53-й сессии городского совета депутаты рассмотрели семь вопросов. Какие были приняты решения, мы расскажем вам в следующем сюжете. Рассмотрев обращение командира войсковой части 3678, Десногорский городской совет разрешил использовать герб муниципального образования город Десногорск в символике боевого знамени, эмблемах и других геральдических знаках войсковой части, при условии соблюдать изобразительное соответствие и требования по размещению. Рассмотрев обращение администрации, депутаты приняли решение передать безвозмездно в собственность сельских поселений Якимовичей, Сырокарения, Богданово, Крапивны и Костыри Русольского района детские малые игровые формы согласно приложениям. 442-м решением городской совет утвердил ставку платы за единицу древесины, заготавливаемой на муниципальных лесных участках. Учитывая законодательство и рекомендации публичных слушаний жителей Десногорска, депутаты внесли в правила землепользования и застройки пункт, который позволит приступить к строительству храма в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия в Сосновке. 30 июня в 5 утра в Русольском районе около деревни Лесхоз произошло серьёзное ДТП. ВАЗ-2107 столкнулся с лесовозом. Водитель легкового автомобиля скончался, пассажир находится в реанимации. Причины аварии выясняются. С 1 июля все работники бюджетной сферы, госслужащие и студенты будут получать начисления только на карты МИР. Перевод их на единую расчётную систему начался летом прошлого года. По данным Центробанка России, в настоящее время выпущено 37 миллионов карт. Ими пользуются более 95% работников бюджетной сферы и пенсионеров. Пенсионеры, имеющие другие банковские карты, будут переводиться на платёжную систему МИР до 1 июля 2020 года. Проект «Школа Росатома» реализуется с 2011 года. Он направлен на развитие системы образования городов, где расположены предприятия атомной отрасли. За прошедший учебный год прошло немало олимпиад, конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований. Итоги проекта «Школа Росатома» за прошедший учебный год подвела руководитель методической службы Комитета по образованию города Десногорск Татьяна Кужениязова. В этом году в проектах «Школы Росатома» приняло участие 86 детей. Татьяна Кужениязова рассказала о самых ярких программах минувшего учебного года. Самыми яркими и интересными событиями, на мой взгляд, стали конкурсы инженерного творчества по следам «Жили верно» и прекрасная победа наших школьников на очном, на финальном этапе этого конкурса. Также замечательным, таким объемным, большим событием стал чемпионат по футболу для дошкольников, который проводился у нас, муниципальный этап проводился практически целый месяц в городе. Все детские сады, все дошкольники принимали в нем участие. Вот, было очень это интересно, с таким накалом страстей. Прямо вот и родители так активно приняли в нем участие. Прямо вот, ну, незабываемое событие на фоне проходящего сейчас чемпионата мира. Я думаю, что мы вот прям с такого раннего возраста смогли ребят приблизить к спорту, к здоровому образу жизни. Ну и, конечно, то, что наши малыши съездили в Нововоронеж. Тоже было для них ярким, незабываемым впечатлением. Также я считаю такими вот очень значимыми, хорошими победами наших журналистов. Журналистов телевизионного, телевизионного проекта Атом ТВ. И также конкурса газетной журналистики, издание газеты «Рус Атом Скул», которые тоже сейчас у нас, ребята, все больше и больше подтягиваются к этому. Пишут статьи, я думаю, что это тоже вот даже просто дает им какие-то вот навыки, какие-то новые умения, кроме того, что возможность реализовать себя и, возможно, определить свою будущую профессию. Очень значимым и масштабным в этом году получилось проведение метапредметной олимпиады. В ней принимало участие 8 команд. Раньше у нас такого количества в городе не было. Метапредметная олимпиада – это такой тоже нестандартный формат, нестандартный подход, который открывает у ребят более широкие возможности для мышления. Но они начинают думать по-другому, по-другому ко всему подходить. Ну и плюс – это умение работать в команде, то есть все то, что нужно современному человеку. Надеюсь, что в следующем году мы, если возможно, еще активней, еще веселей, еще дружней будем принимать участие в новых конкурсах, потому что они всегда интересны. Школа «Росатома» имеет свой девиз – мы проектируем будущее, чтобы войти в него первыми. В сентябре она представит новые программы и конкурсы, и еще больше ребят будут привлечены в школу «Росатома». В историко-кровеческом музее прошла образовательная программа «Русский самовар» для ребят из летних лагерей. Сотрудники музея не только показали, но и рассказали нашим гостям, как устроен самовар. Ребята узнали, куда надо засыпать еловые шишки, чем поджигали и как при помощи сапога раздували его наши хозяйки. Послушав старинные истории, дети начали соревноваться в умении отгадывать загадки, по запаху определяли, из чего состоит тот или иной чай, ходили в лес за шишками и рисовали. А теперь о спортивной жизни нашего города. 3 июля на территории яхт-клуба прошли соревнования по гребле на лодках «Дракон» в рамках спартакиады работников Смоленской атомной электростанции. Подробности далее. Первые гонки на «Драконах» в Десногорске прошли в 2013 году по инициативе генерального директора концерна «Росэнергоатом» Андрея Петрова. Этот вид спорта стремительно завоевал в городе атомщиков массу поклонников. Гонки на длинных лодках, украшенных головой «Дракона», стали традиционными. Участие в соревнованиях приняло 8 команд. В каждой команде 12 человек. На носу лодки барабанщик задаёт ритм для 10 грибцов. На корме рулевой веслом управляет лодкой и подаёт команды грибцам. Спортсменам необходимо было пройти дистанцию в один километр. Соревнования получились очень напряжённые. Команды не хотели уступать, и борьба шла за секунды преимущества. После пройденной дистанции спортсмены из реакторного цеха поделились с нами своими впечатлениями. Мы надеемся на победу. Прошли хорошо, сработано. Свой заезд выиграли. Будем смотреть второй заезд и надеяться, что всё-таки всех обыграли, как и планировали, как обычно. Гонка мне очень понравилась. Команда у нас очень слаженная. Ребята постоянно ездят по соревнованиям. Поэтому главная задача была не отстать, попасть в ритм и выложиться на все 100%, что я и сделал. И, надеюсь, не подвел команду. Победителем соревнований стала команда реакторного цеха. На второй ступеньке пьедестала – турбинный цех. Третье место – у команды электрического цеха. На сегодня это вся информация. Всё самое актуальное и интересное вы можете найти на сайте desnadefistv.ru. С вами была Алина Сазонтова. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова